Так, это комплектация какая у нас? У нас люксовая, почти максимум с навигацией, вот 387. Так, у нас на тесте, значит, Lada Kalina универсал, ценой 387 тысяч. Здесь у нас двигатель 1.6. Так, 16-ти клапану 1.6 от Priora, я так понимаю, да? Нет, это Kalina. А, Kalina шнац-клапанник. Значит, здесь есть практически все. Полная комплектация, 4 стеклоподъемника, блокировка, кондиционер, обогрев лобового стекла. То есть, ну, она полностью, да, все, что можно напихать сюда, да, она отличает от максимальной комплектации только тем, что здесь, чего здесь нет? Датчика включения фар. Да, да, датчика света нет. Короче, машина укомплектована полностью. Вот, шнац-клапанник. Сейчас, наверное, он поедет. Ох, блин, огонь. Так. Давай чуть-чуть. Очень легкая педаль газа, ее практически не чувствуется. Я не знаю, к чему это отнести, к минусу или к плюсу. Вот. Сцепление у нас схватывает в конце. Едем опять по плохой дороге. Ужасно просто. Здесь у нас вообще в последнее время очень разу дороги, дороги сильно разные. Все хуже и хуже, да, с каждым годом. Такая ручка приятная, кстати, в переключении передач. Вот рычаг резины. Не из дешевого сделана материала, а прямо такая резина как бы. Так, выезжаем на дорогу. Ну, нормально ездит она. Едем становится много. Чувствуется ей хорошо. Шумоизоляция лучше, чем в Гранте. Ну, это у нас соответственно. Но, слышите? Да, аэродинамические шумы в любом случае слышно, как будто окно где-то не закрыто. А по ощущениям место, как... Панель как будто вот внутрь немножко туда уходит. Вот здесь вот так вот. Подушки безопасности здесь у нас, да, здесь и здесь считается. Что-то тут сказано. По месту здесь вообще нормально у автомобиля. Да, места достаточно много. Как зайти, так и спереди. Вот, что там. В данном случае мы тестируем Калина в кузове универсал. Да. В кузове универсал. Ну, мы потом ее целиком покатим еще. Ну, так, а свет какой у нас? Красный. Ручник. Магнитол штатная такая? Да, калиновская. Калиновская? Угу. Ну, уж не сами не делают нам. Ну, не сами, но... Тендер выиграли китайцы, скорее всего. Прошивка для Калины. Все адаптировано. А вот... Руль приоровский, насколько я понимаю, да? Да. Сигнален только здесь. Ну, педаль, конечно, не чувствуется газа. Ввалит хорошо машина для этого мотора. Удобно, да. Места много. Едем. Стоим. Так, фара включена у нас, все, да? Да. Хорошо. Хорошо. И... Ну, конечно, пластик здесь не очень... Не очень хороший. Ну, привыкнуть можно быстро к автомобилям. А здесь... Почему не отображает все это с отображением? А, здесь сбоку же? Так, он регулируется сбоку. Он не включен, что ли? Угу. Да, не включен, по-моему. Я вот так ездил, после, наверное, сработал. Ну, скорее всего, отключили. А так работает, там работает навигация. В принципе, довольно-таки карта точная. А это навигация на Vittel, карта которой... Да. Клонасс, да? Да. А если что, они включат, на лабор? Я не знаю, но... Да, я ездил сам по Чебоксару здесь, по этой карте. Все работало, да? Все работало. Так, а тут все-таки надо включить боковые окна. Ну, если сравнивать, например, вот я вот по Гранте ощущение, да, то есть она вот как будто немного тяжелее, как-то, переток тяжелее. И панель, она здесь места побольше, вот в этом районе, вот, то есть она менее такая массивная. Да, сцепление тоже не отоквапает чуть-чуть. Оно как будто сжимает, вот где-то. Удар. Сейчас мы управляем, мы сцепим. Дворники, как на Гранте, кстати. Вот один в один. Они не синхронно двигаются, заметь. Смотри. Вот этот чуть быстрее. Скорее всего, будет правильно сказать, на Гранте двор, как на коленях. Ну да, но я сначала ездил на Гранте, поэтому здесь. Но они не синхронно стоят. Все верно. Вот так вот. Ну, такое, ну сколько она, сколько она стоит? 300? 382. 382 тысячи. Это машина будет 12-го года, правильно? Да. Ну, это прошлогодний. Вот здесь попрякивает где-то. Вот она. Вот это место у всех колен. Вот оно вот всегда бренчит. Вот. Здесь из пластика сделано такого. Наидешевешего. Да, да, да. Потому что, потому что тут его никто не трогает. Вот здесь на самой дешевой пластике. Как на одноразовых стаканчиках. Вот он всегда будет гребеть здесь. Ну, коробка, вот, кстати, вот более-менее такая, да? То есть, пробег в автомобиле тоже сейчас непонятно. Он никакой не работает. Но коробка такая адекватная. Для ВАЗа адекватная. По-спору будет ВАДА ЛАРГУС. ВАДА ЛАРГУС когда будет? Надо быть первым первым. Что касается ЛАРГУС, что хочу сказать. Где-то, где-то, где-то. В конце мая. В конце мая. Да. У вас первая живая машина здесь будет. Она будет, наверное? Да. Она будет у нас на шоу-рубе для вести. Отгранировать. То есть, мы едем сразу же. Так, едем на пятой передаче. И объезжаем в яму. И заодно смотрим, как машина рулится. С выше 100 км в час. Опять передние колеса перекачали. Нормально едет. То есть, валится в пол-рохот, конечно. И яму нормально ловит. Яму нормально ловит. Хорошо тоже ладает. Это особенности лазов. Они все очень хорошо яму ловит. Делим 125 передача. Три с половиной тысячи оборотов. Вот так тормоза. Как тормоза? Ну, вроде не кидает машину никуда. Бесправно работает. Хорошо едет. Сейчас мы попробуем их на скорости. Сейчас на скорости мы войдем. Оборот. Попробуем ее завалить немножко. 100 км в час скорость. 110. 120. Ну, 140. Это нормально едет. Хорошо. И прямой, и так держит. Адекватно очень хорошо едет. Чувствуется масса универсала. И аэродинамика на высокой скорости. То есть, прижимает. Потому что универсалы всегда лучше держат дорогу. За счет аэродинамики. Но печка дует очень прям. Очень конкретно. А вот мне интересно, почему она теплым дует. Потому что она вроде на... Нет, может из-за того, что я цикуляцию по салону. Вроде на 18 градусов стоит. А дует прям горячо. Нет, сейчас. Может, не работает регулятор? Нет, не может. Откроем окно чуть-чуть. С печкой надо сейчас разбираться. Да, с печкой будем разбираться. Отдельно. А какой пробег? Она давно у вас? Так, она у нас с июня прошлого года. С июня, да? Ну, пробег, я думаю, где-то тут около 3-4 тысячи пяти может точно есть. Вот так она выглядит. Чуть дверь прикрой. Калина. Универсал. Вообще, она выглядела бы больше, если бы передние фары здесь сделали побольше. В принципе, автомобиль не маленький, но передок немножко визуально сужает. Напоминает мотив Punto 2. То есть машина, в принципе, большая, но вот передние фары, они находятся на стыке сужения. И кажется, в принципе, машина небольшая. Вот если бы эти фары, например, продлить сюда, например, как на Гранте, вот так. С такими фарами машина намного выглядела бы больше. То есть даже как-то Chevrolet Niva напоминает. Так, а так в целом, сейчас откроем багажник, посмотрим. Самое главное, достоинство этого автомобиля. Нереально большое. Так, открывается он вот так. Да, он и, в принципе, с ключей сбил. Да, ох, да. Здесь вот это вот все убирается у нас, да? Да, это все можно убрать. Так, а, здесь надо спинки чуть откинуть. Передние вперед откидываются, по теории. За рычаг, понимаешь? Ну-ка, дай-ка. Нет, они вот. А, вот так, ага, все, понял. Ну да, здесь так много получается места, если смотреть. Да, можно брать полку. Ну, полку не будем брать. Я думаю, нет смысла сейчас собирать. Здесь свет у нас есть. Судак видно, да, что можно все сложить и место у нас будет. Высоко открывается крышка и, например, во время дождя можно встать и будет небольшой навес. Например, выпить водки в лесу с шашлыками. Ручка внутреннего закрывания тоже есть достаточно удобная. То есть, не пачкать руки, чтобы во время дождя. Но не получается ее закрыть так. В любом случае, нужно касаться рукой, чтобы до конца закрыть. Так, а так, салон достаточно удобный. Кресло у нас с такой боковой поддержкой. Фирменные значки Калина. И над головой место тоже есть. В принципе, неплохо. Неплохо. Вот стоила бы она 1250. Вот эти ручки выглядят ненадежными, да? Как будто вот отвалится скоро. На Гранте, помнишь, сломанная? На Гранте, да. Но она, по-моему, не такая была. Ручки были, естественно, хват. То есть, в принципе, открывается она не слишком громко. Достаточно сидится ее нормально. Но неплохой автомобиль, да? То есть, как раз неплохой. Смотря, конечно, с чем сравнивать, но... Конкретно минусов этого автомобиля, как бы вот ярко выражено, это у нас невнятный газ, но это болезнь, сцепление тоже. И такие вот мелкие поломки, типа вот регулятор печки, что-то там не отлажен. То есть, в глобальном смысле, я не думаю, что она как-то серьезно будет ломаться, да? Чтобы вот ездить, выполнять свою функцию, да? То есть, там, доски, наверх обязательно рейлинги еще, чтобы там зафигачить багажник, чтобы доски там на дачу возить. А что, хороший автомобиль, да? Но я думаю, что Largus будет перебьет значительную часть клиентов у этого автомобиля. Вот. Так, в принципе... Неплохой автомобиль, нормальный.